Это очень хорошее стихи. Да, согласен. В них очень елко, очень точно. В них тоже происходящая трагедия. И главная фишка в этом, это вот это ведро. И отражение в отрожженном ведре, оно настолько, сам этот образ, настолько больше говорит о войне, о трагедии войны, чем очень множество слов, которые можно вертеть с папусами или без папуса. Вот эта деталь, вот это настоящая поэта. Это то, что делает стихи стихами. Очень хорошая стихия. Совершенно согласен. Я тоже в этом ведро. Нет, ну, коротко, да, вот тут много стройных внутренних, грифм, да, то вообще отброшенным, срывом ветром, это уже звуковая находка. Вот, да, ведро это, конечно. Но оно вообще, да, пожалуйста, кто еще? Стихи, от которых вот пробегает холодок между, ну, по позвоночному столбу, они сразу уложатся. Я, например, посчитала это стихотворение лучшим здесь, во всей подборке. Оно очень, очень, ну, вспыхивает в тебе. Еще кто-нибудь? Ну, если уж, пожалуйста, так сказать, советы по улучшению, то есть мне вот очень нравятся вот эти образы, вот как, что дети, ломающие конструктор и отрывающие лапки жучка, но как-то диссонансовый по «ты». Кому это обращается «ты»? Это, скорее, каких-то «они» нужно, так сказать. Ну, так читатель должен ломать конструктор. Это автор, автор. Автор, как к себе обращается? Сильно. Я согласен, это стихотворение одной из самых сильных в данной подборке. Я могу сказать, приходилось судить огромное количество конкурсов. Такой милевский конкурс, когда там под тысячи стихотворений я читаю, читаю, может, я идиот, может, все идиоты. И вдруг, пац, какое-то стихотворение, которое вдруг начинает играть, срабатывать, и понимает, что да, все-таки, наверное, не все мы идиоты, что вот настоящее стихотворение, оно как-то всегда в тебе наберет отлик. Вот это одно из тех стихотворений. Я не люблю прямые высказывания, и в данный момент они как-то не очень уместны. А вот в данном стихотворении как раз оно, по-моему, играет, и на мой взгляд, да, я согласен, в данной подборке, вот второе из тех, которые мы прослушали, которое мне понравилось. Почему-то все они оказались актуальными и военными, ну, не знаю. Да, ну, я мог бы много, долго и много разбирать это стихотворение, но это абсолютно ни к чему, потому что оно сделано, оно готово. Это, по-моему, замечательные стихи. И понятно, и непонятно, о чем. То есть понятно, конечно, но каждый может найти здесь свое. И, в общем-то, это редкий и замечательный случай, когда нечего добавить. Вот, я хотел бы просто, ну, поздравить это такое дурацкое слово, в этом смысле, ну, поблагодарить автора за очень удачный текст. Да, я могу сказать, что бывает, что в стихотворении попадает такой набор слов, это конструктор, который там, кучка деталей. Их можно разбирать, попытаться по-другому соединить. Но когда стихотворение сделано, то есть живой организм. Его разбирать – это препарировать. И поэтому лучше оно не станет точно. Одну только вещь, я хочу добавить, что здесь еще есть важная вещь – это смелость. Смелость в употреблении слов. Ну, например, так сказать, чтобы в двух строках рядом поставить нор, вора, затвор, выстрелил вор в упор, да, это нужно иметь смелость, так сказать, в обращении с операционно-метическим русским языком. Автор, если хочет. Надеемся, мы увидим. На самом деле, у меня не было ни опубликованных стихотворений, и я долго мучительно думала, что ж мне делать, у меня нет, ничего послать, у меня все опубликованное, нужно загуглить. А это я считала, не такие, ну, так все были стихотворения, которые даже не читаем, они вроде они нигде не опубликованы, но послала, как на такое проходное стихотворение, потому что, ну, так было у него... Ася, Ася, даже скучно, почему-то я не удивляю. Ася обманщица, я была уверена, что это мужское стихотворение. Ну, могу вас извинить. Спасибо.